всем привет сегодня у нас ленорман под розами и мы с вами посмотрим к чему придут ваши отношения так сегодня мы сделаем ну-ка подождите сейчас преддиагностика мужчина за спиной у него змея змея и женщина даже если брать что они смотрят друг на дружку за спиной конечно мужчины ну в принципе давайте будем сейчас именно с такой позиции смотреть или он отвернулся от какой-то искусительницы может быть отказался уже от каких-то развлечений потому что здесь есть обман и обман по сердцу смотрите дерево сердце обмана лисица и дерево может быть что-то понял а женщина у нас тут с плетьми стоит стоит но все-таки скорее всего это уже довольно продолжительное отношение но может быть еще может быть это некая сексуальность мужчины когда он открывает свое желание но можно сказать смотрите что эта пара в сексуальном плане думает друг от друга друг о друге или ждет некой встречи встречи может быть вопрос таков что мужчина сделал свой выбор к примеру ушел от каких-то предателей врагов и всяких там змей искусительниц может быть потому что он такие отворачивается из море смотрят в сторону дамы но дело в том что тут действительно что-то старалась съездить так сказать по сердцу съездить по сердцу так а а вот теперь а вот теперь вот теперь мы таки посмотрим саму разворачивающуюся ситуацию что расскажу пошагово и к чему к чему идет или в окончательном итоге это пара ну или может быть какой-то период нам покажут так я разложу и и мы будем мы будем трактовать и Продолжение следует... Так, мужчина. Он думает о серьезных отношениях. Не то, что думает, это у него на сердце. На сердце у него кольцо, за спиной у него клевер. Все у меня получилось вместить. Но есть какой-то обман, возможно, предательство, возможно, недоброжелатели. Все-таки есть какие-то хитрости, которых он желает избежать по отношению к этой женщине. Может быть, он виляет хвостом, но пока бы я этого не утверждала, скорее всего бы говорила именно о том, что он ищет какие-то пути подхода к этой женщине во имя себя. Можно сказать так, во благо для отношений, потому что он очень серьезно намеревается подойти к этому вопросу. В голове у него башня, скорее всего, башня и кольцо. Он думает о задокументированных отношениях. Понимает, что ему очень, прям очень в чем-то повезло. Но может быть и такая, знаете, не совсем красивая картина, когда, к примеру, он выкрутился и понимает, что удача на его стороне. И он избежал какого-то позора или еще что-то. Может, опять там некая звезда, слышите? Ой, боже ты мой, звезда. Может быть, и некая звезда там к нему, понимаете, подкатывала в виде смеи. Но, судя по всему, он сделал свой выбор и отказался от листящего какого-то предложения. Давайте посмотрим, что тут женщина. О-о-о! А женщина-то, что ли, крест поставила? Женщина-то... Книга жизни... Смотрите, тут, скорее всего, могло быть что-то, что очень сильно съездило по сердцу. Очень сильно. Сейчас посмотрим, где у нас коса тут затерялась. Потому что, скорее всего, мужчина подумывает о примирении, наверное. Я бы так говорила. Пока я не буду говорить, хотя можно, что есть некое знакомство. Оно, скорее всего, очень дальнее расстояние людей разъединяет. Может, может быть. И люди подумывают о том, как поменять, к примеру, ну, тут как бы место жительства, проживание, переезд. Сейчас могла быть и такая ситуация, когда женщина об этом подумывала, к примеру. Могла быть. Но давайте как бы немножечко еще по порядку. Давайте, что между ними. Ну вот, есть они, эти тучки. Очень хорошая база. И тут у нас стала гора. Препятствия. Ну, смотрите, может быть, какие-то препятствия действительно по рассорке, по плохому настроению, по дальнему расстоянию. Это очень. Это как зарубежье может тоже проходить. Но, в принципе, что первонаперво я вам скажу по женщине. Она вроде и смотрит в сторону мужчины, но дело в том, что, наверное, ее очень сильно огорчил какой-то поступок или какая-то вскрытая, ну, интересная информация, которая для нее, скорее всего, вскрылась. Но она это не очень-то афиширует. Это у нее за спиной. Прячет, не прячет, но я бы говорила, что она не афиширует. Если ей было это больно или неприятно, могли быть длительные тоже, как бы, отношения или отношения полны страсти до поры до времени, когда оба думали о том, что они, ну, как бы, идут в семью, к примеру, идут в некий союз. Или, опять же, они были в отношениях, и теперь мужчина думает, как сохранить эти отношения. Потому что у женщины в голове уже перемены. Она думает о путешествии, о корабле ее жизни. Она открыла, скорее всего, некую тайну. Она может думать о новом знакомстве, потому что она опускает в ноги крест. То есть, какая-то болезненная ситуация. Она очень сильно хочет от нее не то, что избавиться, убежать, а улететь на крыльях судьбы. Вообще, испариться, забыть напрочь. Ну, как-то так. Поставить, вот, придавить вот эту гору на это состояние. Хотя, говорю, у них, скорее всего, или шло что-то к семейным узам, или вот такие счастливые перемены должны были быть, которые сорвались, или они могли быть действительно, причем в долгом прочном браке. Куда влезла некая змея? Мужчина все-таки питает надежду. Питает надежду на обновление чувств. Может, еще рассчитывает на, если у них дети, то на общие дети. Ну, как бы, что их соединят как-то так. Тут на материнство. Может, для него эта женщина, скорее всего, является образцом материнской порядочности, или он действительно настолько хочет соединить жизненные узы, что он видит в этой женщине мать своих детей. Ну, как-то так. Дерево. Совы. Собачка. Змея. Женщина все-таки открыла некую предательство друга. К сожалению, но это друга или близкого человека. Собачка. Это даже могут быть дети. Понимаете? Люди, которые привязаны к вам всей душой. Как бы, безусловная любовь. И здесь есть карты, ну, как бы, магические, в принципе. И можно говорить о том, тут еще и предательство вот такое родного члена семьи. Может быть, еще тут всякое, как бы, так сказать, можно смотреть. Потому что, в зависимости от того, если у них была семья, вот у этих двоих мужчины и женщины, и были дети, то она может считать даже предательством. Если ребенок встал на сторону отца, к примеру, то женщина прям ее еще больше придавила. Она как-то, она настолько в сложной ситуации, что даже считает предателями детей. Ну, как-то так. Если люди только шли в отношения, то у них прям кризис. Кризис, который сломал, в принципе, может быть, хорошие отношения. Потому что, судя по лилии, которая лежала между ними, я, и все-таки карта звезды у мужчины за спиной, я бы говорила о том, что они могли, могли создать очень хороший, долговременный, причем, может быть, даже на всю, ну, как говорят, до конца жизни союз. Смотрим далее, как эти люди будут выходить. Смотрите, эти карты пока мне ничего не меняют картину в том, что рассказывают, потому что мужчина находится все-таки в неких колебательных состояниях. То он очень сильно хочет, то уходит в изоляцию, то хочет уйти вообще от процесса и пусть все исчезнет, ну, как-то так спрятаться как-нибудь. То он выходит вот, вот, вот совсем капризность какая-то даже у мужчины. На, как бы, нет, я не отпускаю, я хочу на новый уровень. То есть это все возрождается, потому что здесь вопрос дерева, рода, произрастания, семьи, ну, то есть как-то так, даже любовь, которая растет и крепчает. А женщина, как бы, все более, вот что показывает, она упрочняется в своем таком чувстве, что, в чувстве предательства, в чувстве, что у нее была очень большая, ну, как бы, или, вот, действительно, как безусловное открытое сердце, и вот это сердце ей просто пустили яду, как-то так. Она жестко поставила крест, просто жестко. Самое большее, самое большее, то при открытии этой тайны, но она прячет, что она знает эту тайну. Она бы хотела то ли поразговаривать по душам, то ли посмотреть, что ей скажут. Но, опять же, будет вопрос некий двойственного, будет этот вопрос двойственного процесса, потому что, с одной стороны, она, ну, может быть, знаете, она бы хотела, наверное, тут как-то, я бы, я бы все-таки говорила, что чувства у этой женщины, вот боль, скорее всего, есть, но чувства, наверное, не померли окончательно. Как-то так. Давайте открывать далее. Мужчина думает о встрече, о свидании. Сердце у него все равно, как бы, никак. У него такая сердечная привязанность, что ли. Еще раз говорю, тут что-то может быть, вопрос действительно замешан, как говорят, ну, как бы, на детях. Дети здесь не лишние. Как-то так. Рассчитывает он на этот вопрос. И карта Лилии. Смотрите, я не знаю, насколько здесь правда или ложь. Может быть, и мужчина как-то, но он все равно эту лису в ноги упускает. Может, может, чтобы, вот женщины в большинстве случаев смотрят, чтобы это не оказалось какая-либо провокация, какая-либо провокация вот этой подколодной змеи. Особенно, особенно, если у вас была уже упрочненная связь. Ну, давайте будем смотреть. Сад. Мужчина полностью думает о свидании и о возобновлении отношений. Только так, а не иначе. Все подтверждается, и он думает о том, все-таки ищет, ищет пути, ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Могла быть подстава. Все-таки я буду пока, ну, как бы, могла быть подстава. Женщина очень сильно хочет открыть эту ситуацию. Ехарь. Ого! Ну, я не знаю, здесь женщине очень жестко съездили по, может быть, по мозгам, или кто-то предоставил ей какие-то неопровержимые, как бы, фотофакты. Неопровержимые, может, может так быть. Потому что, несмотря на ключевые отношения по сердцу, скорее всего, подтверждается, что это что-то, что-либо законное, или шли эти отношения, и действительно, знаете, как говорят, уже чуть ли не подали или подали в ЗАГС на оформление, к примеру. или еще что-то такое. Но дело в том, дело в том, что даже женщина чувств... Вот, как говорят, сердце кровью обливается, но не прощу. Вот, вот какая-то такая сложная она... Может быть, что эта женщина не прощает совершенно обид, предательств и тому подобное. Как-то... Даже если она понимает, что это что-то ключевое, она вот здесь намеревается точно... Знаете, что здесь может быть? Здесь женщина, которая убегает от обид. Здесь может быть еще ситуация, женщина, которая в спешке собирает, полностью закрывает какие-то дела. Ну вот, может быть, купила действительно поездка какая-то. Причем такая... Я хотела сказать на отдых. Нет, здесь как будто бы женщина убегает с того места. Вот все закрыть подчистую. Купить билет в один конец. И я глаза, чтобы не видели. Вообще, как-то так. Но, смотрите, насколько этот фотофакт неопровержим, я бы пока здесь не утверждала. Но что-то женщине было предоставлено. Или какая-то, говорю, как фотографии, или какие-то бумаги. С чем-то... Какую-то ключевую роль здесь сыграла информация, в которой она просто удостоверилась. Мужчина в доме. Все у него на развилке. Он понимает, что он на развилке, на выборе дороги. Что это ключевая для него позиция. Вообще ключевая позиция. И все-таки он намеревается сдвинуть. Он намеревается эту гору хотя бы обойти. Не знаю, может быть вопрос еще очень глубоких эмоций, которые их соединяет. Еще на везение он какое-то рассчитывает... Даже не скажу какое. На что-то немыслимое. Может быть еще их соединяет вопросы или общего проживания. Но я уже сказала, если так, женщина готова бросить все и уйти из этого дома. Или какие-то общие дела, как финансовые. Или может быть тоже как бы вложение, зависимости. Но что-то тут такое выходит по развилочке. Выходит. Но в принципе, вот смотрите, по денежному вопросу. По эмоциональному, да, тут понятно. Все-таки есть качельки. Что у мужчины, что у женщины есть качельки. Потому что это на сердце, туда-сюда-обратно. Это повторяющееся движение. Это да, она злится. Но при этом я бы вам сказала, что здесь более холодная злость. Холодная. Она здесь не эмоционирует. Она не бухтит как-то. Она не выбрасывает. Ну вот то, что она... Вот скорее всего по ней даже не скажешь, что она злится. И вот то, что она задумала, она будет делать. Знаете, что? Она может и делать втихаря. Догадывается ли мужчина? Может быть. Может быть. Или думает вот тут все равно о встречах. Вот как-то так. Женщина здесь развернулась совершенно в другую. Вот. Вот она и коса. Вот она и коса пошла. И говорю, здесь какие-то неопровержимые то ли документы, то ли информация, которая пришла, которая все скосила, все подчистую. Эта женщина чего-то не прощает. Говорю, ощущение такое, что у этой женщины есть чувство. У этих двоих людей есть чувство. Мужчина настроен на то, чтобы соединиться с женщиной или вычистить что-то, ну как бы, или убрать вот эти препятствия. Здесь как-то вот женщина неумолима. Вот неумолима по какой-то претензии на вот то, что случилось. Говорю, тут скорее всего женщина просто удирает или, ну как, просто, ну почти просто. Она это никому свои мысли по поводу того, что она решила конкретно вообще с концами вот убраться из дома, ну или из жизни этого человека, ну даже, ну как-то так. Или она имела очень, ну если это такая любовь была, прям, что она как, знаете, там собачка без задних ног, как говорят, вот такая прям, прям, ну как-то, ладно, поехали. Мужчина на солнышко смотрит. Мужчина на солнышко смотрит. По нервам ей не съездишь, она сама закрывает этот нервный вопрос. Вы мне нервы делать не будете, я сама кому хочу, ну или как-то так сделаю нервы. Ну тут какая-то такая очень рассудительная женщина. Я не вижу здесь плаксивости, я не вижу здесь эмоциональности, я не вижу здесь расхлябанности, здесь четкая рассудительность. Пришла информация, дала по сердцу, еще как-то так. Как женщина это все собрала в кулак, у дела закусила или еще и в бой, и вперед, и вообще на расстояние меняю жизнь конкретно. Если это не уезд, то переезд, ну как-то подальше, подальше, подальше и все. Вот с женской стороны это окончательный приговор и как бы обжалованию не подлежит. Мужчина тут думает о солнце, мужчина думает о прояснении ситуации. Мужчина уверен в семье, в женщине, в том, что они пора. Сила тут идет, Мишка, смотрите, тут только от мужчины, скорее всего, все-таки зависит, словит он эту рыбку или нет. Нет, как-то так, как он обойдется, какие пути он найдет, найдет ли он все-таки, прояснит какую-то ситуацию. Смотрите, если тут чистота и порядок, и был какой-то подвох, то у этой женщины есть чувства, есть. То, судя по всему, по обаянию этого Мишки и по его силе воли, и если он мужчина действительно искренен и истинный мужчина, он сделает так, он прояснит эту ситуацию, он, я, вот, я думаю, что он возвратит эту женщину. Я таки думаю. Главное, что у нее остается, да, какое-то обиженное самолюбие, что-то было, но здесь главное у него на сердце это счастье, это солнце, и он действительно, почему я так говорю, тут как будто бы все-таки открывается какая-то искренность. Ну, как будто бы оно все на это выглядит. Может быть, вопрос действительно в том, что был какой-то оговор, или сложная ситуация, или какие-то непредвиденные, или какое-то положение, или вот что-то такое, или те же документы, которые подводят подвох, подсунули, подложили, еще что-то. Тут вопрос, как эти, как папу выбирают, знаете, ну, не этого папу, что детей рожает. Какой дым пойдет? Белой выбрали. Вот, знаете, вот здесь, я имею в виду, закрыть в одном пространстве на ключ, и пока не решат, чтобы не выпускали. Вот тогда, может быть, где-то, где-то мужчина сможет объяснить этой женщине, в чем, ну, как бы, в чем подлог. Если там все-таки, ну, в случае, если предательств не было, и он успел, к примеру, даже если была какая-то змея, или змея сделала какую-то гадость, сделала какие-то фотки, или еще что-то, понимаете, что-то написала. Ну, то есть, подностей бывает множество. Он тут вышел, он и есть в одиночестве, он как в изоляции, действительно. Будет сложно, но, скорее всего, скорее всего, как я предполагаю, он сможет переубедить и остаться мужем, или все-таки, все-таки сдвинуть, сдвинуть эту гору. Все-таки, как-то обойти этот процесс, ну, это очень сложно, это реально очень сложно, потому что женщина непримиримая, и женщина, как бы, какие-то подлости, гадости, еще что-то там просто не прощает, не прощает. Ну, как-то так. Судя по всему, и тут такая тайна открылась. Смотрите, тут еще очень много эзотерических карт в сторону, ну, как бы, женщина открыла. Не знаю, может, женщина эзотерик, потому что все, в принципе, ложатся на ее сторону, и она таким образом открыла тайну какую-то, ну, или что-то там вскрылось неблагонадежное, не что-то, то, что, ну, не знаю, что-то вскрылось. Или, или, или могла быть ситуация, потому что здесь ритуалистика, там дерево ритуалистика, тут ритуалистика, в принципе, много, как бы, и задокументировано все это. Если бы был какой-либо приворот, или, ну, это так мягко, если бы была какая-то нехорошая ситуация, воздействие, скорее всего, женщина провела, как я понимаю, очистку, потому что крест таки закрывает, ну, то есть, и она открывает пространство. Но, опять же, тут как будто бы она понимает все, она этого не прощает, не прощает. Какое тогда силовое все-таки будет, ну, я не знаю, тут то ли, если это материнское взывание к его, к ее материнской части как-то, ну, что-то... Вот в других случаях я, вот, вот тут, тут настолько жесткая женщина, можно сказать, что я не берусь сказать, как она даже в конце, как бы, как она поступит даже в конце. Вот как-то так. На данный момент то, что я вижу, можно вот так отделить и сказать, что женщина свой не то, что выбор сделала, она вынесла вердикт, она отделилась совершенно. А ты теперь делай, что хочешь с этой жизнью, с домом, или что там у тебя есть, вот разбирайся теперь как хочешь, к примеру. Все, меня здесь нет. Ну, как-то, как-то так. Как-то так. Но еще раз говорю, вот как вышло, что мужчина ищет ходы, какой-то процент я бы оставила, что он таки найдет ходы. Вот, девочки, не знаю, не, ну, то есть специфичный расклад вышел. Скорее всего, как всегда, говорю, как у вас там с резонансом, смотрите, обращайте на это внимание. И истории просто слушайте. Я рассказываю историю, и только вы решаете, какое вы отношение имеете к этой истории. Но, в принципе, как говорят, мотайте на ус, думайте, внимайте. Вот, сегодня у нас такая история. Такая история. Сможет ли мужчина справиться? Ну, справится. Тогда справится. Но замаливать ему придется, ну, как бы, одной удачей ему там, как бы, даже со звездами, ну, как-то будет маловато. Судя по всему. Но он очень рассчитывает на удачу, на высшее. Он понимает, что без этой женщины, скорее всего, здесь развилка. Здесь даже сравнивать. Здесь даже сравнивать. Понимаете, это женщина его души. Все. Этот союз, это союз его души. Скрепленный союз. Тут, скорее всего, может быть. Может быть. Девочки, смотрите, будьте внимательны. Я ничего, вообще ни на что вам не намекаю. Вообще, от слова совсем. Просто все равно. Будьте внимательны. Иногда, вот, вы не парите горячку, но вы ее не парите. Но дело в том, что, смотрите, на сердце это одна ситуация. Тут, может быть, что эту вашу дорогу захотели раздвоить. И у мужчины это лежит на сердце. Куда раздвоение? А ее что двое, что не двое. Вы понимаете, разве что вот этими, вот этой горой, вот этими прикрустями, вот этими огорчениями и болью, и нервами она легла. Потому что здесь, с одной стороны, это лилия, а здесь солнышко. Это благородная связь. Долгосрочный союз, чистейший союз. Это защита Божьей Матери. И это полный, вообще, успех, счастье. Ну, вот, как-то так. Поэтому, опять же, говорю, что я смею предположить, что здесь какая-то заковыка, что здесь какая-то подляна или еще что-то могло вот так затесаться. Могло. Все-таки, кто-то, знаете, может быть, нагло позавидовал или еще как-то. Смотрите, что у него на сердце. Он, он, это он сам в отношении вас. Ребенок, сердце, дом. Видите? Ну, как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, даже на начальной стадии все-таки какое-то недоразумение. Очень сложное недоразумение все-таки. Ну, а у женщины как бы... Неприятные известия. Разбор полетов. Ключевые вопросы. Тайна, которая открывается. Ну, опять же. Сердечная связь, которая прекращается. Все. Сердечная связь, которая прекращается. И вот она. Тайна, книга, змея и якорь. Опять же, здесь якорь будет какими-то неопровержимыми доказательствами. Я не пойму все-таки тут до конца, что это за доказательства. Ну, смотрите какие-то другие мои или каналы, или темы. Вот, если с вами резонирует, ищите. Вот, все-таки не делайте... Не делайте поспешных выводов. Я даже не буду говорить, дайте мужчине шанс. Это вам решать. И только вам решать. Тут, говорю, вы машете этой косой. Вот как-то серьезно. Я бы говорила, дайте себе время. Просто дайте себе время. О том, что ваше время как бы истекло. Вообще. Ну, то есть прошло, если даже какие-то... Ну, не знаю. Может быть еще преобразовательные. Если это уже длительные отношения. Мужчина все равно настроен всецело на эту женщину. Единственное, что может быть, женщина как-то уже переросла эти отношения. Если это не какие-то там подляки, то... Ну, очень много эзотерических карт. Очень много. Поэтому это может быть не просто тайна жизни. Это может быть ее сексуальность личная, открытая. Прокачалась, накачалась, называется. Божественную свою открыла. И пошла искать свою божественную половинку. Как-то так. Может и так быть. Если смотреть. Уж думайте сами. Потому что там перерождение, ну, как бы закрывается картой мишки. Ваш вот этот мужчина может тоже себя очень даже хорошенечко прокачать. Так сказать. Ну, то есть... Или вас кто-то накачал, прокачал. Тоже посмотрите хорошенько. Я о женщине. Потому что, может, вам в уши влили какую-то информацию, из которой действительно вам... И сейчас я не говорю о каких-то подлянах. Именно я имею в виду по поводу этого мужчины как предательство. Какая-то другая, типа эзотерическая или еще что-то. И женщина прям с ума сошла. И все. Она в холодном процессе. Холодное брожение какое-то. Она там бухтит. Она закрывает все. Она уходит. Она решает открывать новые дороги, новые горизонты. Вот так еще могу под конец расклада вам сказать еще и такую версию. Как всегда, девочки, мальчики, дорогие. Я стараюсь проговорить вам все версии. Изъять из расклада все, что можно. Так как людей очень много. И версий может быть больше, чем. Больше, чем. Обращайте на это внимание. Просто упускать неохота. Я знаю, у меня друзья. Дорогие мои друзья. Спасибо вам, что вы есть. И что они всегда слушают мое видео. Все от начала до конца. В поиске своей информации. Поэтому я стараюсь работать. Так как работаю. Все. Мира, счастья вам, спокойствия. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok